Раби Мейр Каханы Из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев» Никакой вины! Бог создал человека нормальным, здоровым, завершенным. Он дал ему легкие, чтобы он мог дышать. Поэтому человек дышит кислородом, дыханием жизни. Это нормально. Евреи имеют склонность дышать виной. Это ненормально. Вина – это спид современного еврейского народа. Бессмысленная, разрушительная, разъедающая вина. Вина, заставляющая чудовищно ненавидеть самих себя. Эта ненависть к себе ведет к самоуничтожению. Эти вина, ненависть и стремление к самоуничтожению происходят непосредственно из факта двухтысячелетнего существования евреев в изгнании в качестве меньшинства – угнетенного, притесняемого, униженного и напуганного. Это ужасно долгое изгнание сделало огромную часть еврейского народа психологически ненормальной. Народ не может нормально жить без собственного государства, точно так же, как ребенок не может существовать без любящей семьи и дома. Бог создал нации так, что для нормального и здорового развития им требуется суверенитет, самоуправление и право на землю. В роли меньшинства нация неминуемо становится жертвой страхов, комплексов, угроз и вины всего того, что является неотъемлемым атрибутом статуса меньшинства. Избежать этого нельзя. Это «включено в счет». Если человек живет в статусе меньшинства даже короткий период времени, он вынужден постоянно контролировать свои слова и поступки, все время думая, какой будет реакция на них со стороны большинства. Что они скажут и что они сделают, становится неотъемлемой частью психологии члена меньшинства. И уж тем более это относится к евреям, чье изгнание было столь долгим, жестоким и географически разбросанным. Их унижали, поносили и изгоняли повсюду. Неудивительно, что в таких условиях меньшинство приобретает комплекс жертвы, который позже перерастает в презрение к себе за собственную слабость, а также в подсознательную зависть и восхищение доблестью и силой угнетателей. Что еще хуже, по мере того, как все больше гонителей и целых народов поносят и угнетают еврея, он начинает задаваться вопросом, «Может ли быть, что все они неправы, а я один прав?» Иными словами, века поношения и злословия заставили еврея поверить в нападки и ложь своих врагов. А с этой верой приходит и чудовищное ощущение вины, вины мучительной, самой худшей формы ненависти к себе. Невозможно жить, считая себя плохим, отвратительным и ужасным человеком, думая о себе все то, что думают о тебе враги. Невозможно жить, презирая себя. Из этого внутреннего подозрения, что враги, возможно, правы, что мое мировоззрение и самая моя сущность по природе злы проистекает настолько непреодолимая, мучительная, ужасающая ненависть к себе, что возникает желание уничтожить в корне источник всех мучений и всего зла, иудаизм и еврейство. Ну и, конечно, в своей измученной душе они ищут окончательное решение своей проблемы, разрушение себя как народа, начало эры просвещения и эмансипации, падение гетто, увеличение свободы и новые возможности интеграции для еврея не только обострили его чувство вины и ненависти к себе, но и, наконец, дали ему возможность положить конец его причине, еврейству и иудаизму, которые так мучают его беспокойную душу. То, что мы видим сегодня, это плоды комплексующего, ненавидящего себя еврея, этого творения лемминга из рода Моисеева. Лемминг – это небольшое животное, размером примерно с крысу. Это странное животное, имеющее одну очень странную привычку. Каждые несколько лет лемминги собираются в стаю и направляются к морю. Они идут к морю плечом к плечу, после чего делают пристранную вещь, прыгают в море и тонут. Лемминг – очень странное животное, немногие способны его понять. Однако еврейский лемминг, лемминг Моисеева вида, самый странный из всех. Психологи, социологи, антропологи, биологи и исследователи аномального поведения съезжаются со всех концов земли, чтобы изучать поведение израильского лемминга. Израильский виноватый лемминг – это грызун, которого мучит мысль, что он не только угнетатель и агрессор оккупированных в 67-м году земель в кавычках, но также вор и грабитель народа «палестинцев» в кавычках, не имеющий никакого права на землю, которая когда-то была «палестиной» в кавычках. Израильский лемминг из партии самоубийства сейчас напуган мыслью о том, что его семья не имела права приезжать из России, Польши, Галиции, Англии, Канады, Аргентины или США, чтобы создать еврейское государство на землях, принадлежащих другим. Но поскольку леммингу не хватает мужества честно озвучить свои сомнения и сказать «палестинцу» в кавычках «Я вор, и потому возвращаю мой кибуц тебе». Он вынужден вместо этого все более яростно бороться за бедного «палестинца» в кавычках, иудеи, Самарии, Газы, Ливана. Его слабость, его неспособность отказаться от домов кибуца, мишмарх, аэмек, колонии художников Эйнгот, теннисного корта, в романх о Шароне или виллы в Савионе вынуждают израильского лемминга все больше страдать от депрессии, вины и ненависти к себе. Потребность раболепствовать перед бедным арабом становится для него всепоглощающей навязчивой идеей. Конечно, от этого вина только усиливается. Израильский лемминг, небольшой зверек размером с крысу, глубоко и патологически страстно презирает все, что отдаленно напоминает иудаизм, и то проклятие, что сделало его евреем. В своем крохотном сердечке лемминг знает, что ценности иудаизма противоречат всему, что он считает важным в этой жизни. Отделенность и исключительность иудаизма в отношении к другим народам – это анафема для его универсалистской страсти к смешанным бракам, ассимиляции и смешению со всеми народами в объятиях, которых он жаждет найти любовь и успокоение. Понятие избранности претит ему, поскольку он ищет всего того, что позволит устранить барьеры между евреями и неевреями. Святость, которая требует дисциплины, посвященности, воздержания и самоограничения, диаметрально противоположно его материалистической потребности в полной свободе, анархии и вседозволенности. Он ищет в иудаизме расизм, примитивизм, ограниченность, все то, что он терпеть не может, ведь он так хочет быть грызуном-космополитом. Но когда он смотрит в лицо своему иудаизму, он оказывается перед тем фактом, что он еврей. Это ужас, пережить который он не в силах. Вина порождает ненависть к себе, черную и уродливую. Этот Лемминг не может вынести собственной ненависти к себе. Это ужасное чувство. Пережить не в силах никто. Израильский Лемминг должен убежать. А бежать приходится через море. Море самоубийства. Самоубийство сейчас. Пусть то государство, которое он считает государством-захватчиком, пойдет ко дну. Пусть этот реакционный, расистский и омерзительный народ со своей верой прекратит существование. Пусть моя душа сгинет с велистимленами. Призыв израильских Леммингов из самоубийства сейчас. Трагическая история израильских Леммингов. Между тем, если уж это и должно произойти, пусть они прыгают в море сами. Трагедия в том, что если обычные Лемминги ныряют в море сами, их израильские собратья пытаются взять с собой всех нас. Этого нельзя допустить. Вот почему нужно сражаться с Леммингами Израиля. Они стали больше, чем просто интересным зоологическим феноменом. Они угрожают существованию нормальных, здоровых, настоящих евреев. Огромная опасность, самое мощное оружие евритоязычных неевреев и Леммингов Израиля кроется в их способности вселять вину и сомнения в нас. Так что мы закрываем и рот, и ум, боясь говорить то, что считаем истиной. Небольшой круг левых и мучимых виной либералов, интеллектуалов и депрессивных деятелей искусства обладают оружием огромной разрушительной силы. И это оружие позволяет им одерживать победу за победой, поскольку они контролируют прессу. Это дает им возможность ежедневно формировать, искажать, загрязнять целое поколение, которое оказалось у них в заложниках. Они провозглашают языческую иностранную культуру, которая стала страстью толпы. Они провозглашают идеи и искаженные языческие ценности, которые звучат за каждым углом. Они прибрали кругам целое поколение молодежи, помогают им в этом депрессивные, духовно больные, потерянные деятели искусств, которые вместе с ними участвуют в этой пародии на мир и любовь. Они денно и нощно, каждую минуту, вкладывают в наши уши этот манифест извращенности. Вина, вина, вина. Яд духовной коррозии, разрушение уверенности в себе, веры в себя, в свой народ и в свою религию, конец ясности и здравого смысла. Вина, ведущая не только к ненависти к себе, но и к национальному саморазрушению. Вина. Оружие эллиниста, ассимилированного, больного еврея из рода леммингов. Вина. Я не чувствую вины, ни малейший. Я не чувствую вины за то, что я еврей. Я не чувствую вины от осознания и понимания того факта, что еврей – это избранный, который стоял на Синае и был избран Богом. Я не чувствую вины от осознания и понимания того факта, что земля Израиля – это исключительно дом еврейского народа и ни у какого другого народа нет на нее ни малейшего права. Я не чувствую вины от знания того, что арабы – воры, проникшие в мою землю тогда, когда еврейский народ был силой изгнан из нее. И я не чувствую вины за то, что я готов использовать все возможные средства, чтобы гарантировать, что они никогда больше не смогут убивать евреев и подвергать опасности мое государство. Я не чувствую вины за то, что я предпочитаю быть победителем войн, а не жертвой погромов, что жизнь я предпочитаю смерти. Побеждать безгранично приятнее. Я не чувствую вины за то, что я не чувствую вины. Когда евреи были неудачниками столько веков, слишком многие из них разучились побеждать. У меня нет с этим проблем. Безгранично приятнее быть победителем, чем проигравшим. Невыразимо приятнее жить, чем умереть. В Холокосте, в погромах, крайне мало позитивной ценности. И я без колебаний предпочту сильное и гордое еврейское государство, ненавидимое всем миром, освенцему, любимому всеми и каждым. Я не чувствую вины за свое желание, чтобы лица Шхема, крупнейшего арабского города Самарии и Иудеи, никогда больше не показывались в земле Израиля. Лица. Лица Шхема. Лица арабов, которым сдержанность израильской армии развязала руки. Они светятся от ненависти, маршируя по улицам Шхема. Какая жалость, что все еврейские либералы и гуманисты, эллинисты, все, кто разглагольствует о еврейских ценностях в кавычках и арабо-еврейском сосуществовании, демократии, братстве и ужасе выселения арабов, какая жалость, что они не могут увидеть их лица. Это был удивительно ясный день, настолько ясный, что даже самые плохо соображающие евреи могли бы разглядеть, что будет завтра, понять, что готовит для еврея завтрашний день, если бы эти лица прошли по улицам Иерусалима, Тель-Авива, Гуша-Циона или Бней-Брака. Арабские лица неприкрытой ненависти и дикой разнузданности появились сразу же после того, как израильская армия оставила город на один день. Это был день похорон марионеточного мера Шхема Аль-Мацри, которого глава нашего игрушечного королевства Шимон Перес величал «умеренным палестинцем» в кавычках. Конечно, его «палестинскость» в кавычках столь же фальшива, сколь и его «умеренность» в кавычках. И даже сама его фамилия Аль-Мацри – египтянин. Самое лучшее свидетельство в пользу тех стран, из которых прибыли за последнее столетие множество израильских арабов Египет, Ирак, Сирия, другие, и которые вдруг за один день «сделались палестинцами» в кавычках. Он мало чем отличался от других арабских «умеренных» в том смысле, что экстремист говорит то, что думает. Смерть сионистам в то время, как «умеренный» думает это, но не говорит. Но ему хватает ума и прагматизма понять, что если ты сидишь тихо и прославляешь евреев, они осыпят тебя деньгами или Синаем, или Палестиной. Не существует арабов «умеренных» и «арабов-экстремистов» в кавычках. Есть глупые арабы, не умеющие скрывать чувства и болтающие о них на каждом углу. И есть умные арабы, которые думают все то же, но не говорят об этом. Они ждут подходящего момента. И вот «умеренный» в кавычках пал жертвой экстремистов в кавычках. Одно крыло ООП, испугавшись, что у него отберет власть другое, палестинское крыло, убивает Аль-Мацри, еще раз оправдывая библейское описание Измаила. Он будет диким человеком, руки его на всех и руки всех на нем. И вот толпа из десятков тысяч людей выливается на улицы, хватает его тело и поднимает ввысь, и израильская армия получает приказ на один день покинуть город. В результате мы получили представление о том, что представляет собой арабская автономия, что они сделают, когда получат самоуправление и независимость, а также, что хуже всего, возможность смести наш город Шхем с лица земли. Истерия, скандирование Арафат, Арафат, проклятия в адрес сионизма и сионистского руководства, призывы до революции, до полной победы, флаги ООП, изображение Арафата. Но самое главное, что должно заинтересовать гуманистов и эллинистов, хороших в кавычках евреев и моралистов, это лица. Лица неприкрытой ненависти, лица, сияющие от предвкушения того времени, когда можно будет разорвать евреев и растоптать сионистское государство под сапогами марширующих арабов. Лица поют, причем не что-то, а собственную версию гимна Атиква «Надежда». Надежда еще не потеряна, надежда вернуться в Палестину и уничтожить евреев. Мы видели эти лица ненависти. Пусть сегодня жалкие гуманисты, в кавычках, такие нравственные и милосердные за счет евреев, которым, не дай Бог, предстоит заплатить высшую цену за либеральную отрыжку самоубийственных и языческих лозунгов. Пусть они знают, что мы увидели завтрашний день в дне вчерашнем, потому что эти же самые лица маршировали по всей Эр-Цесраэль в 1920-х годах, выкрикивая «Ид-Бах аль-Яхуд! Убивайте евреев!» И они убивали сотнями мужчин, женщин, детей. Убивали, насиловали и калечили. Он будет диким человеком. А израильская армия позволила им плюнуть в лицо сионизму и еврейскому государству, поклясться в его разрушении, обрести уверенность в себе и уверенность в том, что сионистское государство спасибо эллинистам, гуманистам и модердоксам становится все слабее, все незащищеннее, все нерешительнее. Эта картина гарантирует самую ужаснейшую из всех трагедий, что когда-либо сотрясали Израиль. И если, не дай Бог, этот гром грянет, меня успокаивает лишь одна мысль. Мы услышим самый экуменический из всех панигириков от Брикнера и Шулвейса до Бернштейна. Лица Шхема. Лица палестинских в кавычках арабов, которые такие же палестинцы, как я, новозеландец, чье палестинское наследие видно уже по названию, которое они дали Шхему. Наблус. Наблус? Арабское название Шхема? Вы должно быть шутите, уважаемая новая повестка дня, Брикнер и Бальфур, со всеми вашими ежедневными стянаниями в защиту страдающих палестинцев. Наблус, арабское название? Город называется Шхем. Это записано в Библии. Вместе со всей страной этот город был отобран у нас римлянами, которые переименовали его в Напулус, как Неаполь. Поскольку Бог поразил арабов неспособностью произносить букву П, Напулус превратился в Наблус, и потеря Италии стала владением Исмаила. Наблус не Шхем. Шхем это Шхем, а не Наблус. А Эрцисраэль это Эрцисраэль. И в Эрцисраэль никогда не было нет и дай Бог не будет Палестины. В кавычках. Лица арабов Шхема могли дышать на нас ненавистью только потому, что мы прокляты пересами, левыми эллинистами, страдающими ненавистью к себе, чьи ермолки демонстрируют приверженность ритуалу, в то время каких носители отрицают существование Бога. Нет, с Божьей помощью я обещаю вам, что лица Шхема никогда не появятся в Тель-Авиве, Бейр-Шеве и Хайфе. Да, дорогой еврейский гуманист, я обещаю тебе, что они никогда не появятся в Шхеме. И я говорю это без малейшей тени вины. Я нахожусь в странном состоянии. Это называется нормальность. За годы я привык жить. Мне это нравится. Я однозначно предпочитаю это любой другой альтернативе. И я планирую с Божьей помощью продолжать пребывать в этом состоянии. Несмотря на арабов в Шхеме и еврейских лидеров в их позолоченных гетто и некошерных кибуцах. Однажды мы снова увидим, как десятки тысяч арабов заполняют улицы, наполняя воздух ненавистью к евреям и Израилю. Но это будет происходить уже в Багдаде, Тегеране, Пакистане или Диснейленде. Одно можно сказать наверняка никогда, никогда больше в Шхеме. Я не чувствую вины, когда хочу удостовериться, что арабы, которые безжалостно вырезали евреев, когда у них была такая возможность, больше никогда ее не получат. Я не чувствую вины, когда хочу удостовериться, что арабы не уничтожат мою страну ни с помощью пуль, ни с помощью младенцев. И именно за то, что я не чувствую вины, меня и ненавидят пораженные виной леминги Моисеевой веры. Я это переживу. И вот почему я не испытываю ни малейшей вины, когда выдвигаю свое предложение. Предложение до мозга костей сионистское, еврейское и разумное. Давайте сделаем так, чтобы Израиль всегда оставался суверенным и независимым еврейским государством. Я не ненавижу арабов, я люблю евреев, и из-за этого я готов на все, чтобы обеспечить их выживание. Когда с помощью Бога мы придем к власти, мы предоставим всем израильским арабам, которые по вполне понятным причинам ненавидят еврейское государство и мечтают о его гибели, следующие варианты. Первое. В ограниченном количестве, исходя из соображений безопасности, всем арабам, которые готовы принять государство Израиль как государство исключительно еврейского народа и никого более, будет разрешено остаться на его территории в статусе иностранного жителя согласно еврейским законам. Им будут предоставлены личные права, но не национальные. Они будут иметь экономическую, социальную, культурную и религиозную свободу, но не будут являться гражданами еврейского государства и не будут иметь право высказываться о его будущем ни в какой форме. Если они готовы принять этот статус, они получат право жить здесь и пользоваться всем уважением и почтением, которое иудаизм требует оказывать всем иностранным жителям нашей земли, подчиняющимся ее законам и правилам. Второе. Те же арабы, кто не готов принять эти условия, получат возможность добровольно и мирно, получив компенсацию в установленном размере за свое имущество, гораздо большую, чем они дали бы 800 тысячам сефардских евреев, бежавших из арабских стран с 1948 года, покинуть страну в мирном и добровольном порядке. Те, кто не готов уехать добровольно, будут выдворены силой. Жестоко ли это? Вряд ли. Жестоко было бы пасть жертвой нееврейской вины и позволить арабам остаться, чтобы уничтожить нас сначала политически, а затем и физически? Тем, кто проповедует еврейско-арабское сосуществование, неплохо было бы сначала предложить идею арабского сосуществования, например, в Ливане. Действительно, очень умиляет наблюдать, как шиитские мусульмане, суннитские мусульмане, друзы и христиане восхитительно сосуществуют в этой стране. Они подают достойный пример израильским арабам и евреям. Будут ли израильские арабы сражаться? Вряд ли. Когда после Второй мировой войны поляки и чехи залезали раны и вспомнили о существовании в своих странах огромной пятой колонны, состоящей из немецкого меньшинства? Они выслали не менее 12 миллионов этнических немцев, большая часть из которых жила в Польше и Чехословакии веками. Сражались ли немцы? Нет. Не очень благоразумно сражаться против солдат и большинство людей обладают здравым смыслом. Когда израильские арабы окажутся перед лицом правительства мейра Кахане с его солдатами, они не будут сражаться. Кем бы они ни были, но они не дураки. Более того, в тот же день, когда они услышат по радио, что премьер-министром стал Кахане, они сами начнут уезжать. Куда арабы поедут? Те, кто покинет страну добровольно, получат возможность отправиться в любую из 22 арабских стран, которыми благословлена арабская нация, или вообще в любую страну, готовую их принять. Те, кто не согласится на переезд, будут перемещены через границу в Ливан или Иорданию. Примут ли их эти государства? Конечно, их никто не спросит. Речь идет о выживании Израиля. Мы не играем в игры. Ливан это не страна, это набор феодальных баронств, которые Израиль контролирует в достаточной степени. Южный Ливан примет всех арабов, которых Израиль ему передаст. Что касается Иордании, то последним человеком на планете, который имеет право рассуждать о национальных и суверенных правах, является любой из правителей Иордании, страны, задуманной в лицемерии и рожденной в беззаконии. В той территории, что сейчас носит название Иордания, восточный берег реки Иордан первоначально жили два с половиной колена Израиля. Лига нации передала ее во временное пользование Великобритании с мандатом организовать еврейское государство с обеих сторон реки Иордан. Вероломный туманный Альбион, столкнувшись с проблемой арабов-марионеток, незаконно и неожиданно отрезал восточный береги Ордана, а это 80% территории по мандату Лиги наций и передал своей марионетке по имени Абдалла, отцу маленького монарха Хусейна, считающего себя королем независимого государства. Пусть он сидит смирно и будет благодарен за то, что Израиль не делает с ним то, что он пытался сделать и был бы не против сделать еще раз с Израилем. При необходимости израильская армия может захватить мосты через Иордан за два дня, перевести по ним арабов, жаждущих уничтожить Израиль и затем вернуть мосты маленькому королю. Все арабы, которых он получит, считают себя палестинцами в кавычках, так что они присоединятся к 70% населения Иордании в кавычках, которые тоже считают себя палестинцами. Мы говорим о выживании евреев и ни один нормальный еврей, который не чувствует вину от того, что он хочет выжить, не будет спрашивать для этого разрешения у незаконных королевств. Объявят ли арабские страны джихад? Арабские страны имеют привычку объявлять джихад по любому поводу. Они делали это в 48 и в 67 годах самыми разочаровывающими результатами. Очень немногие мусульмане согласились умереть за Палестину. Израиль выжил. Израиль выживет. Нет, ни одна арабская страна не захочет умирать за Палестину. Действительно, если бы они верили в возможность уничтожения Израиля, они бы объявили ему войну задолго до Каханы, поскольку далеко не мейр Каханы беспокоит их больше всего. А беспокоит их существование еврейского государства как такового. Единственная причина почему Сирия и Ордания и Рак наш новый друг Египет и все прочие не находятся в состоянии полномасштабной войны с Израилем проста. Они знают, что в случае нападения на него им будет очень больно. и они знают, что при мэре Каханы Израиль сможет и будет готов применить любое оружие из своего арсенала. А арабы знают, что это за оружие. Они знают, что любая безумная попытка развязать войну войдет в историю под названием шестичасовой войны. Нет, ни одно арабское государство не согласится умереть за Палестину. Не последует ли решительный и гневный протест мира? Мира? Да. Гана, Бирма и Мозамбик решительно и гневно осудят Израиль и потребуют санкций ООН. Протесты будут оглушительные. Африканские государства, которые лишь недавно возобновили отношения с Израилем без Каханы, после агрессии 1973 года разорвут их снова. Страны третьего, четвертого и двенадцатого мира устроят страшный шум, всевозможные участники и неучастники всевозможных блоков выразят свою солидарность Арафату, а сам он с ястребом на плече взойдет на трибуну ООН, чтобы выступить перед генеральной ассамблеей у меня просто мурашки бегут по спине. Я помню, как Минахим Бегин разбомбил иракский ядерный реактор недалеко от Багдада. Протесты были самыми устрашающими. Целый месяц невозможно было уснуть. Проклятия, демонстрации, угрозы держали Израиль в страхе. А затем они закончились и реактора нет. Вот она реакция мира. Что если Америка прекратит помощь? Бедный еврей. Он возвел беспокойство в ранг искусства. Кто сказал, что Америка прекратит помощь? Что за менталитет гетто заставляет вас думать, что Америка или любая другая страна поддерживает другую страну из соображений морали и этики? С каких пор нации стали проводить свою внешнюю политику на основе добродетели? Вспомним все моральные и добродетельные страны, которые поддерживала Америка. Франкистская Испания, Салазарская Португалия, Греция при черных полковниках, Южная Корея, Тайвань, Югославия при Тита и целый набор демократических в кавычках латиноамериканских государств. Что за невероятный вздор этот еврейский страх от того, что в Америке вдруг проснется мораль. США поддерживают Израиль вовсе не из-за любовного романа между американским президентом и израильским премьер-министром. И не из-за того, что Израиль единственная демократия на Ближнем Востоке в кавычках. Америка, как и любая другая страна, поддерживает Израиль из соображений собственных интересов. Когда эти соображения изменятся, когда Америка почувствует, что поддержка Израиля начала противоречить ее интересам, она тут же изменит политику, даже если премьер-министр будет голубем номер один. Политика США на Ближнем Востоке основана на поиске сильных, лояльных и антикоммунистических союзников. У Америки есть выбор Израиль или Оман. Вашингтон знает, что при мэре Кахане Израиль будет самым мощным антикоммунистическим государством региона. Конечно, Америка осудит Израиль. Она уже это делала при войне в Ливане, но это не более чем беззубая проформа. Израиль переживет это. Что важнее всего, так это убедиться, что страх перед американской реакцией никогда больше не помешает Израилю делать все необходимое для обеспечения собственного выживания. Но самый главный ответ на все страхи робких, запуганных и маловерных евреев звучит следующим образом. Что с вами случилось? Что произошло с народом совершенной и классической веры? Разве вы забыли, что Бог Израиля сильнее Рональда Рейгана и любого другого американского президента? Почему вы не понимаете, что когда еврей исполняет волю Бога, Бог защищает его и спасает из руки врагов? Что случилось с народом книги, народом веры в Бога Израиля? Беда в том, что мы давно перестали открывать книгу, так что неудивительно, что мы давно потеряли веру. Ну что ж, давайте откроем ее снова, изучим ее, последуем за ней, поверим в нее. Мы избраны народ, и если мы будем исполнять его волю, он обязан исполнять нашу. Государство Израиль, величайшее чудо для еврейского народа за последние 2500 лет в руке Бога. Это начало освобождения, а мы сидим маленькие, жалкие карлики, вместо того, чтобы быть гигантами, Вашингтон, Соединенные Штаты, мир, сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он направляет его. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Конец цитаты. Так написано в Библии. Запомните эти слова. Это твои слова, еврей, слова мудрейшего из людей, Соломона, который обратил их своему народу. В их верности нет ни малейшего сомнения. С Божьей помощью израильские арабы отправятся жить в свои страны. И хотя это не приведет к миру, по крайней мере, это даст возможность существовать без ежедневных убийств, не боясь автобусов, рынков, улиц и шоссе, и арабские дети больше не будут угрожать самому существованию еврейского государства. Еврей, встань с кушетки национального психиатра, отбрось порочную разъедающую тебя вину, будь силен, горд и рад за свою еврейскость и несокрушимость, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. Вера и сильная еврейская рука, разве не это еврейский путь, конечно же это он. Итак, никакой вины, никаких извинений, только гордость, сила, еврейская вера и несокрушимость. винар